и здравия соратники и сегодня у нас интересный на мой взгляд видео урок лекции объяснения я расскажу о руне z замечательная такая руна которую очень сильно популяризировали во время с в вообще не объясняя не давая понятия что это такое 2354 по моему времени здесь в черногории и 23 число 23 2354 интересно 23 это значит 2 на 3 это в принципе три шестерки либо в прогрессии шестерка ну это на языке на на цифра языке наших врагов хотя этот язык пора осваивать и нам потому что ну цифры цифрами могут работать и играться в кавычках хорошем смысле этого слова и люди тоже и так устраиваемся поудобнее постараюсь быть кратким ну вот я нашел символы и знаки с в о не знаю правда почему они именно эти знаки впендюрили на мой взгляд вот эти вот официальные объяснения минобороны какой-то полный бред и лютый звездец и объясню почему знаки символы как мы уже знаем правят миром потому что на некотором уровне каждый символ но в какой-то символ отображает какой-то процесс то есть через руны на энергетике на тонком плане это называется руны то есть некий символ знак который правит миром он отображает некий процесс и не случайно наверное те кто этими знаками оперируют нам дали вот эти символы они в своей сути изначально деструктивные были как допустим деструк деструктивные знаки вермахта на имбол знак например это вот такая шестерочка еще понятно на танках у них такие уголки были вот такие крестики либо просто ну вот такие не обязательно черные это можем могут быть и там и белые вот вот он вот он символ вермахта что она означает на мой взгляд все просто вот так вот это раскол пространство разрыв а вот когда вот такие еще ну это означает еще больше не просто разрыв разрез крестообразный а еще вот прямо дальнейшее раздвижение разрыв ну развитие этого прокола четырех уровня то же самое звезда нато абсолютно одинаково означает и так далее то есть напяливая на себя какой-то символ виде татуировки ли изображение ли смысловая нагрузка этого символа начинает влиять на тонкий план на том уровне где события только формируются соответственно события формируются под влиянием этого уровня соответственно есть всегда точка бифуркации в некоторым ближайшем будущем либо уже даже в настоящими нужно повернуть налево направо и это зависит от неких условий на тонком плане скажем так на другом уровне на квантовом уровне там где ну цифровой уровень в том числе где события только формируются только сформировавшись что-то сформировавшись на других уровнях переходит на уровни материальных сверху вниз я об этом подробно рассказал в моем ролике об уровнях сознания уровнях управления это и уровни на которых осуществляется управление скажем так материальным уровнем нашей реальностью поэтому на символьном уровне очень многое решается и закладывается и тот кто одевает на себя этот символьный уровень он в общем-то полностью выбирает судьбу выбирая богов выбираешь судьбу но богов и место то что и идет за этим изначально конечно же этот уровень нехороший изначально это уровень скажем так символ был нехорошим потому что и сама по себе руна была нехорошая и символ z изначально он был связан с фашизмом с фашиной потому что фашизм произошло от слова фашина и изначально символом этой фашины было именно z я подозреваю что именно исходя из этой связи наши враги которые сейчас нами рулят или наш враг это такое сознание единое оно в общем то и этот символ нам и впендюрило символ разрушения ничего хорошее в этом символе изначально не было как в общем то и и в этом но но есть всегда но врага как я много раз говорил можно передумать вот это прям как ленточка гвардейская она же красноаронежевая порох и пламя можно допрограммировать и заставить из события идти на пользу например если есть ветер можно поставить пар из если вода падает вниз можно поставить турбинку и так далее можно все обернуть себе на пользу переиграть и так далее поэтому давайте попробуем передумать врага и попробуем понять что отображает этот символ я расскажу свое видение вот он этот символ реально наш допотопный символ потому что фашина это оружие оружие которое на многих зданиях допотопных до вторжения наших человеческих было изображено и она символизирует одно звучание в резонансе потому что все оружие было энергии энергетическим скажем так энергонасыщенным и вот это тоже было оружие подробнее кто хочет смотрим канал цельнозор сначала там много про энергетическое оружие о том как работали пушки вот особенно в трилогии в этом видеоролике чуть позже еще расскажу об этом мишин хорошо тоже рассказывает способов передачи энергии информации и так далее так вот изначально это символ фашизма и руна была плохая но эту руну знак скажем так потому что на плоскости это знак который будет означать совершенно другое сейчас когда я уже передумал и рассказал он уже означает что-то другое потому что раньше по сути z это символ объединения многого в одно условно говоря много стручков в веник а веник уже не сломать поэтому теперь это руна руна объединение мудро объединение мудро это значит конструкция некая из пальцев ладоней теперь это означает замок соединение противоположности если вот сердечко это сопоставление или разности скажем так вот потому что в одной плоскости это разность а вот полностью зеркальное это уже противоположность то есть 7 до симметрии относительно не прямой а точки это вот можно так сказать а если соединение вот на этом принципе это еще и но любое по сути соединение допустим у поезда чтобы сделать пояс нужно собрать несколько вагонов и вагон между собой соединяется вот такого типа соединением тоже замок или замок это тоже однозначно равнозначная зависимости от ударения но принцип один тот же это соединение то есть это не просто соединение между собой равного объединение но теперь еще и соединение воедино теперь это знак это руна будет объединять и Это символ СВО, если они не вняли моему предупреждение, что не стоит это делать. Ну хорошо, теперь спиняйте на себя, кто не спрятался, я не виноват. Теперь будет иное значение у этого символа. Теперь это символ объединения, а не фашизма. Вот она, это вот самая руна мудра Z. Теперь вот так вот много-много отдельных полосочек людей. Теперь оно будет объединяться в народ. Минимум три, вот так четыре. Ничего не напоминает? А мне это кое-что напоминает. Мне это напоминает еще один принцип. Известный в строительстве. Условно, если вот эта вот стена, то если вот так вот одну палочку поставить, на нее вот так что-то нагрузить, она много не выдержит. Но если ей поставить опору, то вот сюда можно вешать очень много чего интересного, либо кого мало интересного. Но это вот мы оставим на попозже, потому что время публичных казней, на мой взгляд, не пришло. Но, опять же, я не призываю никому. По внесудебным расправам все будет по суду. На некоторых за то, что они делают. Хотелось бы исключительно по суду повесить, но, как я сказал в своем ролике, время казней публичных придет где-то к году в 24-25. Но я это говорил в ролике своем после суда поставок. Я некоторым судьям сказал, что они участники геноцида, участницы. Некоторые вняли. Ну ладно, я немножко отвлекаюсь. Так вот, можно взять эту конструкцию, вот так вот объединить и повторить итерацию. И этот принцип много раз мы наблюдаем в мостостроении. Условно. Потому что вот это ничто иное, как железнодорожный мост. Не верим. Да, пожалуйста, смотрим. Вот фашина, это объединение Z. Теперь это уже не фашизм. Теперь мы переигрываем, как в случае с 9.11 с кодом 6.11 СВО. Я переиграл и установил границы нашего влияния, границы окончания СВО. Но об этом чуть позже. Я завтра расскажу в ролике, как будет проходить освобождение.